Жители Югры и Ямала заслуживают, чтобы их регионы с большой землей соединяла четырехполосная трасса с качественным покрытием. Вступивший в должность полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал развитие транспортной инфраструктуры одним из важнейших приоритетов своей работы. Я об этом неоднократно говорил на федеральном уровне, что субъект Российской Федерации, дающий сегодня более 30% вклад во внутренний продукт страны, заслуживает иметь трассу в четыре полосы для того, чтобы туда достаточно активно перемещались грузы, а именно так происходит, потому что нефтяники везут грузы. То, что касается лет, то отпускники должны комфортно иметь возможность на собственных автомобилях перемещаться на большую землю. Поэтому принципиально важная история, это раз, то, что вы сказали про мост. Владимир Якушев провел большую пресс-конференцию, ответив на вопросы журналистов из шести субъектов России. Наши ямальские коллеги поинтересовались, существуют ли планы по объединению Курганской области с каким-либо другим регионом. По словам Якушева, такой вариант не рассматривается. Югорские СМИ спрашивали о транспортной инфраструктуре и строительстве второго моста через ОПП в Сургуте. Однозначно это тоже приоритетное значение имеет. Теперь уже для меня, как для полпреда, я знаю, сколько времени и сил Наталья Владимировна этому уделяет. Поэтому я думаю, что здесь мы объединим наши усилия, потому что однозначно там вот эту историю надо расшивать. Не здорово, что сейчас вот время, когда и пандемия, и ряд других моментов, так сказать, уменьшили возможности региональных бюджетов, но будем максимально отрабатывать на федеральной площадке. Проектирование второго автомобильного моста через ОПП уже на завершающей стадии. Об этом рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок. Ранее правительство России поручило проработать возможность снижения стоимости объекта. Ведомство ищет способ оптимизировать сооружения и подъездные пути на 20%, безусловно, без потери качества. Отметим, что по предварительным данным второй мост через ОПП обойдется в 40 миллиардов рублей. В планах приступить к строительству уже в следующем году. Занимаемся оптимизацией сокращения сроков строительства. Тоже продумываем сейчас, как можно сократить. Но я надеюсь, что в 2021 году путем соглашения между правительством округа и правительством Российской Федерации, Минтрансом, мы начнем реализовывать этот проект. Также Константин Гребешок отметил, что в Югре за год отремонтировали 165 километров дорог, построили и реконструировали еще 70 километров. На данный момент профильный департамент работает над повышением безопасности движения по транспортным артериям. Перед ведомством стоит задача снизить смертность в ДТП до 4 человек на 100 тысяч населения. Мы увеличили количество автоматических комплексов фото- и видеофиксации на дорогах. То есть мы сейчас доводим в этом году до 95 единиц. В этом году опять получается, я думаю, что автолюбители ощутили уже многие на себе, что идет измерение посредней скорости на некоторых участках. Но это тоже дало свои плоды, потому что нам необходимо, как говорится, подходить все-таки к этим показателям, по снижению смертности, показателям социального риска до 4 человек на 100 тысяч населения. Продолжение следует...